Окружной спартакиаде кадетских корпусов 4 года, но в Чувашии она проходила впервые. Проект, поддержанный полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым, показывает, насколько воспитанники готовы к защите Родины. К фразе «быстрее, выше, сильнее» можно добавить еще и точнее. Зрелищная борьба, сильнейшие эмоции, непростые испытания. Два дня кадеты боролись за звание лучших. Борьбе ребятам пригодилась не только сноровка и физическая подготовка, но и интеллектуальная смекалка и умение держать себя в руках. Иногда унять волнение оказывается сложнее, чем любые испытания. Самое сложное – это опять-таки настроить себя. То есть как ты себя настроишь, успокоишь себя, чтобы руки не дрожали. Ну и, соответственно, так и выступишь. Приехали мы за победой. Шесть команд сформированы из-за воспитанников кадетских классов. Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чуваши, Пермского края и Нижегородской области. Ребята приехали, чтобы показать свое мастерство подготовки и на других посмотреть. Особенно впечатлил у гостей профессиональный тир со специальным освещением и автоматизированным оборудованием. Сразу после стрельбы спортсмен может увидеть свой результат. Ну да, тир является достойным примером, каким должен быть вообще тир. Потому что в нем очень много дорожек, много направлений. И он оборудован всеми передовыми технологиями, которые сейчас есть. Видно затор у ребят. Они хотят соревноваться. Нету такого прям негатива у команд, чтобы был просто дружеский дух соперничества, который должен присутствовать на каждых соревнованиях. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Серьезная профориентационная работа и патриотическая подготовка дает свои плоды. Юные кадеты справились с заданиями на отлично. Новые рекорды в соревнованиях по прыжкам в длину 298 сантиметров. И подтягивания на высокой перекладине 41 раз. Спартакиада еще раз продемонстрировала, что общественный патриотический проект кадетства поддерживая полномочным представителем президента Российской Федерации в Тривовском федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаровым расширяет свои границы. Реально и эффективно способствует подготовке надежных защитников Отечества, настоящих патриотов России. Именно командная работа позволила пермским кадетам вырвать победу у соперников. Второе место заняли кадеты из Удмуртии. Третье – представитель Нижегородской области. В шаге от пьедестала почета – наши бойцы. В копилке достижения ребят Чувашского кадетского корпуса первые места в плавании на 50 метров и в марш-броске. Третье место в огневой подготовке – в прыжках в длину с места комплексным тестирования в формате ГИА. Я думаю, что для нашего молодого кадетского корпуса, Чувашского кадетского корпуса, участие в таких соревнованиях показало, что наш кадетский корпус динамично развивается. И самый, наверное, зрелищный проект в рамках проекта кадетства – это спартакиада кадетских корпусов. Торжественная чинная церемония закрытия спартакиады завершилась маршем под музыкальное сопровождение военного оркестра. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Бахтиар Вильев, Республика.